здравствуйте вы на канале пучков в нашей новой рубрики терки это новая рубрика в которой мы будем рассказывать ваши истории о столкновениях с неприятными ситуациями которые требуют огласки первый и взлетный выпуск данной рубрики мы начнем с истории одной из наших подписчиц а именно к нам обратилась подписчица с невероятной историей о которой невозможно смолчать суть этой истории заключается в том что в городе болотное новосибирской области россии в школе номер 4 до девочек-подростков домогается и охотится полноценный потенциальный маньяк а началось все с того что в школе номер четыре города болотного трудоустроили охранника хребтова данила и могу вам сказать что он вел себя мягко сказать странно у детей с первых дней появились жалобы к директору на него хотя дирекция как мы выяснили позже абсолютно никак не реагировала на замечание детей их родителей так например охранник нередко проносил с собой некий ручной металлоискатель такого карманного скажем так типа со слов детей он заходил в мужской туалет и периодически ловил там различных мальчиков от 11 точнее до 11 от 8 лет в общем младшеклассников таких больше и впоследствии начинал проводить своеобразные обыски их на предмет ценных каких-то вещей и содержимого но это еще далеко не все странности которые нам рассказали о хребтове что же рассказывают люди одноклассница нашей подписчицы ученица седьмого класса была первой главной жертвой этого охранника неокрепшая детская психика была не способна распознать опасность и каждые два дня в свою смену данный охранник работает в школе номер 4 2 через 2 данный охранник оказывал знаки внимания 13-летней девочки соответственно нашей подписчицы ее подруги и откровенно подкатывал к ней в пошлых вариациях так как девочка была из неблагополучной семьи обратить внимание на данную ситуацию по сути было некому сожалению не заподозрив неладное девочка приняла приглашение охранника к нему домой непосредственно в его квартиру там данил хребтов как рассказывают нам жертвы начал спаивать ребенка спиртными напитками и девочка еще не имея такого жизненного опыта дабы распознать какую-то беду да не отказалась от данного предложения и спустя соответственно время пару бутылок если быть точнее было уже вне кондиции увидев у ребенка отсутствие возможности к сопротивлению хребтов начал разрывая ребенку буквально одежду наваливаться на нее и надругался над жертвой и после того как хребтов отпустил ее совершить свои грязные действия назовем это так придя домой девочка ничего не стала рассказывать родителям родственникам в принципе утаила данную ситуацию так как побоялась огласки и не хотела как бы поднимать все вот это вот ворошить оси на это гнездо но через месяц все же она решилась на это рассказав все это родителям инициировала поход в полицию ее тетя анастасия однако полиция по приходу семьи в участок города болотного отказалась принимать заявление уверяя что для семьи это будет лишь во вред то есть что это примет какую-то огласку ну и в принципе это станет позором после чего семья все же приняла решение действительно отказаться от данного заявления и отказаться от уголовного преследования хребтова проведя более детальное расследование мы обнаружили еще много странных случаев связанных с данилом хребтовым при расследовании вскрылось что хребтов не только цеплял детей в школе но и еще пытается знакомиться с ними в боте в чат-боте леонардо да винчи данная анкета является для него некой такой сетью для поимки и выискивания детей хочу отметить что данил хребтов в городе никого не боится и сто процентов верит то что рука правосудия не коснется его вообще никак тетя изнасилованной девочки однажды обнаружив в группе знакомств хребтова в городе болотном соответственно в неком таком мини подслушано озлобленно ответила ему в комментариях он был в комментариях писал некий комментарий назвав его педофилом а и найдя ее адрес работы ворвался в офис где она непосредственно работала и начал ей угрожать у меня есть переписки как ты писал полине девочки в состоянии твоего пьяного алкогольного опьянения были переписки в вк где ты ей предлагал где ты и при девочке знаешь сколько лет педофилия это пристрастие к девочкам несовершеннолетним ты писал это есть факт есть переписки сохранены да да конечно я их предоставляла даже завучу школа номер 4 а потому что я собираю полный материал конечно я собираю полный материал но я тебя об этом не скажу ты узнаешь об этом перед весенним призывом да и возможно ты даже поедешь не в армию в тюрьму я в курсе но это мы уточнили уже военкомате сказали что ты вполне година попадаешь под весенний призыв все до свидания всего хорошего доказано и в этой же переписке на слушай малыш в этой же переписке ты упоминаешь не надо со мной в таком тоне разговаривать вот я тебе сказала у меня есть переписка в которой ты сознался что ты по пьянке изнасиловал малолетку на хате да а настью байдину помнишь и настью байдину я про нее тоже знаю а ты знаешь ты на тот момент было 15 лет а ты знаешь что насти байдиной было 15 лет все сейчас люди находятся в отчаянии все которые так или иначе связаны с этой историей и с этим болотом развернувшегося в городе болотное просят придать данную историю соответственно глазки так как не полиция которая сказала что нужно замять ситуацию не дирекция которая знает о домогательство к детям так как дети не раз жаловались непосредственно самой вот этой чудо директрисе не действует чтобы рассказать о втором преступлении данного человека нам необходимо разобраться изначально с кем мы имеем дело а имеем мы дело с хребтовым данилом викторовичем который на данный момент как я уже и говорил работает в школе номер 4 в городе болотно но самое интересное что до этого он работал в садике теремок на улице московском в этом же городе сам хребтов как я уже и заявлял является 25-летним мужчиной уроженцем города болотного а его дата рождения к сожалению на данный момент не определено но это все следует уже устанавливать полиции которая почему-то спит в этом городе и отсутствует вообще как структура которая должна по идее защищать граждан и мы лишь придаем сейчас ситуацию огласки как я уже говорил до своей деятельности в школе хребтов работал в детском саду название которого было теремок и там за хребтовым данилом тоже числились грешки нам удалось связаться с мамой пятилетнего мальчика мити которая рассказала нам о том что произошло с ее сыном данного мальчика охранник если вкратце подстриг наголо и как рассказала нам сама мать маленький мити остался единственным кто не пошел спать остался в игровой комнате заметив это хребтов подошел к ребенку с претензиями сказав что с подобного вида прической как у него нельзя посещать детский сад потому что он может распространить пши якобы хотя это полная чушь учитывая что ребенок был в принципе ну ухоженным и чистым по рассказу матери как удалось выяснить схватив больно ребенка за плечо хребтов отвел его в ванную где некими ножницами простыми канцелярскими вообще непонятно из какой задницы вытащенными подстриг ему все волосы клочками и отпустил его воспитательница как там реагировала и остальные не удалось выяснить но могу лишь сказать что придя за ребенком мать увидев данную ситуацию служив сложившуюся картину да устроила громкий скандал в детском саду после чего слава богу данила викторовича хребтова уволили из детского сада видимо там администрация детского сада была более адекватной дальнейшая история уже разворачивалась соответственно в школе непосредственно номер четыре после увольнения хребтов через два года устроился работать в эту школу именно в то время начались эти истории с детьми практически каждая третья девочка школе 4 в городе болотном как мы выяснили из опроса который мы провели среди одноклассников девочки и среди учеников данной школы рассказывает о конфликтах с этим охранником лена из восьмого класса рассказала нам что однажды выходя из школы на урок раньше получила шлепок по тазу от этого человека и услышала пошлое такое присвистывание в свой адрес самое опасное в этой ситуации вот лично на мой взгляд то что хребтов продолжает знакомиться в соцсетях с детьми из-за чего он остается более как бы анонимным из чего следует что преступление ему ну осуществлять гораздо как бы легче так как непосредственно не знающие его дети которых он заманил вот как бы к себе в квартиру не смогут идентифицировать его как-либо установить его личность и в принципе рассказать о том кто надругался над ними получается мы имеем сейчас полноценного насильника на свободе который орудует на территории города болотного есть жертва которая сейчас ничего не может доказать и есть полиция и дирекция которым безразлично данная история бедная девочка которая подверглась соответственно истязательством зовут ее настя чья тетя ходила на разборке с этим хребтовым точнее хребтов пришел с ней даже на разборке вот эта наглость это просто не укладывается в голове что подобное происходит 2024 году мы решили позвонить самому данилу хребтову и узнать спокойно ли ему вообще живется и спокойно или ему спится почему он постоянно домогается к детям 15-летним девочкам мальчикам в школе не боясь ответственности даже после совершенного им злодеяния я к тому что как бы у меня нет мне самому 23 года сегодня исполнилось мы не знаем мы только вот получили информацию и определенные доказательства со стороны нашего канала я хочу призвать администрацию города болотного разобраться с этой ситуации в данном инциденте а также считать данный ролик официальным обращением в полицию данного города в общем еще раз надеюсь на то что правоохранительные органы обратят внимание на данную историю и соответственно проведут проверку и установят все подробности обстоятельств данного конфликта ну что ж вот и подошла наша новая пробная рубрика терки к своему завершению подписывайтесь на нас ставьте лайки пишите комментарии и мы также будем безмерно рады вам если вы поддержите нас донатом на donation alerts или же на карточку сбербанка это был терки выпуск номер один спасибо за просмотр до свидания а